Лекции «Основы плодоводства» План лекции «Особенности выращивания посадочных материалов плодовых пород в Казахстане, посев плодоносящего сада и уход за ними» Плодоводство можно обозначить огромным разнообразием фруктово-ягодных культур, Многообразие которых сложно представить, выражаясь научным термином, плодоводство – это одна из отраслей растеневодства, обозначающая выращивание плодовых и ягодных культур, сельдую получение урожая фруктов или ягод, годных для удовлетворения потребительского спроса. Плодоводство получило свое развитие еще в X веке. Сначала выращивали фрукты в ягодах и орехах, занималась на княжеских угодьях, но потом отрасль прибрала массовые характеристики. Сегодня развитием плодоводства занимается Министерство сельскохозяйства Казахстана. Однако фруктов по-прежнему не хватает, чтобы вынуждать закупать крупные партии плодов у инвестарных поставщиков. Если опираться на статистику, в развитии страны продукты плодоводства составляют около 120 кг на душу населения за год. И это правильно, ведь ягоды и фрукты являются незаменимыми источниками грибоплавлина, фолиевой кислоты, филоханина и клетчатки. В сравнении с развитием странами, наши граждане не получают и четверть положенного на душу населения. Нехватка витаминов и силу отсутствия плодовых культур приводят к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сердца и ухудшению состояния в целом. Сегодня, как никогда, актуально стоит вопрос возрождения садоводства в Казахстане. Чем более пригодных земель для выращивания тех же яблок у нас хватает. Для того, чтобы исправить ситуацию, развитие плодоводства должны быть финансированы должным уровнем. Необходимо принять меры по внедрению научного прогресса в процессе выращивания фруктов и ягод, совершенствовать старые селекционные методы и давать развитие новым. Обеспечить малопредпринимательство доступными кредитами и низкие арендные земельные участки. Наконец, наладить внутренний стабильный рынок сбыта продуктов плодоводства и ограничить влияние крупных агрохолдинг на малые предпринимательства. Основы плодоводства. Современное плодоводство насчитывает в своем составе около 50 ботанических семейств, которые дали начало более 300 новым родам и, в свою очередь, включающих около 1500 видов плодоносчастных растений. Плодовая порода объединяет не только выведенные сельскохозяйственные садовые культуры, но и дикорастущие. Для прогрессии плодоводства необходимо обоснованно и научно подбирать те виды пород плодовых культур, которые подойдут для возделывания в том или ином регионе. В современном плодоводстве существуют завезенные сорта плодовых дерев и традиционные породы. Последние сорта, выведенные нашим селекционерам, акклиматизировались в наших широтах и готовы произрастать в более суровых климатических условиях. Все плодовые породы являются многолетним растением, которое имеет различные вооружайности, требования к климату, долговечности и устойчивые негативные производства. Селекционерам выделяет следующие группы. Древовидные. Плешает в свою очередь деревь с мощной корневой системой, толстым стволом, а также более мелких пород плодоносочарших деревьев. Все растения эти группы долгожители, но поздно начинают плодоносить. Кустовидные отличаются от грибовидной группы более тонким слоем, которым может быть не один, а раскидистый с шапкой зелени, меньшей долговечностью, но ранним плодоносением. Кустарниковые. Сюда входят кустарники высотой не более полутора метров, имеющие способность возрождения из подземных стволов стеблей. Выстрел вступает в фазу плодоносения, но недолговечнее. Льяновые. Льяновые группы включают вьющиеся многолетние деревесные растения, как виноград, например, ежевика, виномония. Многолетние травянестые растения растеляются по земле или произрастают кустиками, не имеют стволовой опоры. Плодовитые, многолетние, но недолговечные. Например, вот здесь клубника. Ну, следующее. При закладке плодового садов должны быть соблюдены все меры по обеспечению безопасности культуры. Применены основные агротехнические меры по высытке саженцев. Если на месте формирования сада остались старые плодовые дерева, их нужно выкрашивать и уничтожать, вместо расчистить почву, обработать от вредителей. Старые дерева могут быть носителем инфекции, которые губительны для молодого садничья. До высытки молодовых дерев саженцев обрабатывать химическими частичными препаратами. Весение удавлений и сезонные подкорки являются обязательным условием для получения хорошего урожая фруктов. Несмотря на то, что государственная поддержка садоводства снижается с каждым годом, плодоводство не теряет своей значимости. И при мудром подходе к процессу закладки сада, получение привлечено неизвестно. Для весенней посадки деревьев почти нужно подготовить еще с лета осенью, чтобы за несколько месяцев в ней образовалась благоприятная для саженства среда. В крайнем случае работы проводят весной после оттаянных грунтов за неделю до высоты посадки. При первой осенней перекопке нужно выбрать из почвы крупные сорняки, во время второй внесение удавлений из расчета 6-8 кг компоста, 80 кг смесь торфа, суперфосфатом 8-100 г, калининой солью 30-50 г, сырно-кисленым калием 30-40 г на 1 квадратный метр участка, выбранного для посадки деревьев. Весной перед началом выкопки посадочных ям наметите из их контуры лопаты. Для групп груш яблон стандартный размер посадочных ям составляет 8-100 см, диаметром 60-70 см глубину. Саженцы сливы и вишни будут себя чувствовать в яме диаметром 78 см, глубиной 50-60 см. Если саженцы более двух лет, то размер ямы нужно увеличить. Как правильно посадить саженцы? Копая на одну сторону от ямы, складывайте верхний слой, по другой нижний. Делайте яму круглой, а стенки вертикальны. В дно ямы по центру воткните прочный кол длиной 1,5-2 метра, чтобы позже подвезать к нему саженцы. На дно сложите выкопанный дерновой слой, затем на высоту 15-20 см заполните яму с частью плодородного субстрата. Устанавливая саженцы в яме, заглубляйте его почву строго по корневому щейку. В идеале она должна располагаться на 3-5 см выше уровня земли. Позже почва немного осядет и корневая щейка опустится. Если слишком заглубить саженцы, растение в дальнейшем может начать гнить. Придерживая саженцы, засыпьте яму оставшуюся субстратной. Постепенно уплотняйте землю ногами, надавливая на него от края к центру приствольного круга. Свол саженцы не очень крепко привяжите к колу в двух местах, чтобы при усадке почвы дерево тоже опускалось. Сразу же после того, как дерево посажено, необходимо полить водой. Напор воды не должен быть слишком сильным, чтобы не размывалась почва. Поэтому воспользуйте лейкой или шлангом с дождевой насадкой. После наполнения бассейна подождите, пока вода впитывается. Затем снова его залейте. Первый год после посадки полив саженцы проводят довольно часто, по мере подсыхания почвы. Затем частоту полива постепенно снижает, а на второй-третий год полностью прекращает. Опытные садоводы рекомендуют замульчировать приствольный круг дерева, насыпать слой мульчирующего материала, оставить неприсыпанные корневые шеи. Это улучшает структуру почвы, защитит от промерзания. В протяжении первого года жизни посадочное дерево необходимо следить за тем, чтобы оно развивалось и по протяжению исправить недостатки. По возможности исправить недостатки. Подкармливать саженцы в первый год не нужно, так как все основные удобрения внесены при посадке. Приствольный круг должен быть рыхлым, чистым от сорняков. Внимательно осматривайте молодое дерево и собирайте листья грызущих гусениц, которые могут нанести растению боль, большой вред. Также не допускайте образования порции на штамме и возле корней. При необходимости обрезайте ее у самого основания. Дерево не должно быть крепко привязано к колочку. Проверяйте, не натирает ли подвязочный материал кору саженцей и не врезается ли в нее. Если видно повреждения, ослабьте подвязку. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...